Интересная деталь в противостоянии Сирии и Запада. Сирийские власти вернули Франции орден почетного легиона, которым Башара Асада наградили 17 лет назад, в 2001 году. Сделали это через посольство Румынии в Дамаске, которое в Сирии представляет интересы Франции. Президент Асад, не считая честью быть кавалером ордена страны, являющейся рабом США, который поддерживает террористов, заявили в администрации Башара Асада, возвращая орден почетного легиона. При этом ранее сообщалось, что Париж начал процедуру по отзыву у Асада высшей французской награды. Обсудим более подробно эту тему прямо сейчас на прямой связи с нашей студией из Франции журналист РФИ Радио Франции Интернациональ Гелия Певзнер. Гелия, я приветствую вас. Слышите ли вы студию РТВА? Да, я слышу. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, все же, Сирия отказалась или Франция лишила Башара Асада ордена почетного легиона? Франция еще в понедельник объявила, что она будет отзывать этот отзыв, этот орден. Поэтому, в общем, вполне логично, наверное, что Асад вернул его сегодня и сказал, что он не считает своей честью носить орден страны, которая является рабом США, страны, которая в свою очередь поддерживает международный терроризм. Но надо сказать, что перемены во вручение ордена почетного легиона начались, собственно, даже не с Асада. Макрон начал это непосредственно с самого начала своего президентства, и он объявил, что теперь орден будет вручаться по-другому. Потому что вручался, в общем, он, конечно, за такие заслуги, как здесь во Франции иронично говорят, за усидчивость. И им были многие награждены люди, собственно, которым, может быть, и не следовало бы носить такой орден. И уже и до Асада были случаи отзывов. А, например? Самый такой громкий случай, это был диктатор Нарьега, которому вручили орден почетного легиона, а потом он был свергнут, а уже после этого его обвинили, его в отмывании денег, полученных путем наркотрафика, а потом его экстрадировали во Францию и, собственно, судили его во Франции. Вот тут вот как бы Франция поняла, что Нарьега сядет на камню подсудимых и может надеть на себя орден почетного легиона. И в этот момент его, конечно, начали отзывать. Ну, были случаи, когда орден не отзывали, но, в общем, его вручение, его как бы обладание этим орденом вручали, конечно, некоторые сомнения. Например, орденом почетного легиона обладал Морис Попон, который, как известно, отправил 6 тысяч евреев в лагеря смерти. Скажите, я так понимаю, что порой во Франции вызывают немало споров и разговоров то, что кавалерами ордена почетного легиона становятся некоторые граждане Российской Федерации. Награждение их, присуждение им этого ордена, во всяком случае, некоторым из них порой вызывало серьезные споры. Ну, во всяком случае, были возмущенные статьи в прессе, в частности, в газете Монт, такой очень солидной французской газете, когда в 2006 году Большой Крест почетного легиона, потому что там есть разные градации, Большой Крест — это высший орден, высшая градация, когда в 2006 году этот Большой Крест вручили Владимиру Путину. И тогда Монт писал, бывшему агенту КГБ вручили орден за нерушимые дружественные связи с Францией. И тогда же пресса писала о том, что это орден позора и так далее. Нет, орден позора еще писали по поводу вручения саудовскому принцу. Недавно уже Франсуал Ант ему вручал. И, собственно, еще Монт второй раз писал о том, что орден почетного легиона достался Владимиру Путину, потому что через две недели после этого вручения была убита Анна Политковская. То есть орден почетного легиона в каком-то смысле становится таким орденом раздора во Франции? Ну, это орден реальной политики, скажем так, французской. И он всегда таким был. Он и при Наполеоне, который его учредил, тоже таким был. Потому что если посмотреть списки россиян, награжденных орденом почетного легиона, то там есть Александр I и Барклай де Толли, которые, как мы понимаем, боролись, сражались против Наполеона. Ну и Пассан об этом прекрасно писал. У него есть рассказ «Награжденный», где главный герой вот с детства мечтал получить орден почетного легиона. И там очень хорошо написано о том, какими путями он его получает. А как вообще это воспринимается в целом во Франции, во французском обществе среди французских интеллектуалов как некий рудимент, нечто отжившее, или очень важный, наоборот, очень важный символ, который связывает Францию сегодняшнюю с Францией 250-летней давности? Ну, французы вообще любят с удовольствием посмотреть, когда начинаются награждения, потому что три раза в год выдают орден почетного легиона, его дают на Новый год, на Пасху и на 14 июля, на национальный праздник. И все, конечно, открывают газеты и смотрят, кому там дали, кому не дали. Макрон стал давать гораздо меньше. В этом году вместо 500 обычных человек, только 100 человек было награждено, что, наверное, правильно. И, конечно, французы говорят, вот, орден дают кому ни попадя. То есть его как бы предполагалось, что раньше, что его будут давать за военные заслуги, а уже давно дают и за гражданские, и дают всяким крупным промышленникам, и дают иностранцам. В России, кстати, я не упомянула, но кроме Путина, орден почетного легиона есть у Тимченко, орден почетного легиона есть у Якунина. То есть, в общем, вот такие есть ордена. Орден почетного легиона есть, например, у Сулеймана Керимова, и мы все прекрасно помним, что после того, как Сулейман Керимов был арестован во Франции, целое, около десятка, если не ошибаюсь, других кавалеров... Нет, у него самого нет ордена, но 13 других нет. Просто 13 орденоносцев за него вступили. Да-да-да, вы правы. За него вступились и обратились к Эммануэлю Макрону с письмом. Да-да-да. То есть, ну вот, среди орденоносцев российских, как я вам сказала, есть Тимченко, есть Прохоров, есть Якунин, вот такие есть имена. И французы, конечно, этим недовольны, но все же орден почетного легиона что-то значит, и, конечно, люди, которые добиваются известной карьеры, начинают знаваться о том, дадут им орден, не дадут. В общем, существует, конечно, определенный лоббизм, потому что к ордену может представить сам президент, но могут предложить разные министерства, разные министры могут предложить. И президент потом... Потом как бы сам орден соглашается или не соглашается, но это не обязательно президент выдвигает. Но есть орден, например, который гораздо почетнее, чем почетный легион, для тех, кто знает. Есть так называемый Лотаринский крест, который выдавал Деголь, потому что он же был вне закона и не имел права давать орден почетного легиона. Он ввел собственный орден, и вот этот орден давался только за военные заслуги. Очень мало осталось, кстати, живых людей, которые его носят. Что ж, спасибо вам за эти разъяснения. Журналист русской службы радио Францинтернациональ, Гилий Певзнер, на прямой связи с нашей студией из Парижа. Кстати, к разговору про Макрона. Макрона не только занимается ситуацией с выданными раньше орденами почетного легиона, но и склеивает Европу.